Уважаемые ведущие, уважаемые коллеги, тема нашей презентации это электронное обучение в непрерывном образовании для личностного роста под усилий коллектива авторов, которые представляют Российский государственный социальный университет, а также университет Энгера из Норвегии. Меня зовут Евгений Бразов-Брушковский. Постараюсь с учетом тех проблем технических, которые у нас возникли, сказать очень кратко, о чем идет речь. Но поскольку статья наша опубликована на английском языке, поэтому мне хотелось дождаться презентации, это будет немножко, наверное, легче. Мы сейчас много говорим о непрерывном образовании, хотя сразу возникает вопрос по поводу самого термина непрерывное образование, термин, который используется на русском языке. В английском все-таки чаще говорят по поводу lifelong irrigation. И это как раз принципиальная разница, как мне кажется. Когда я слышу непрерывное образование, такое впечатление, что нужно непрерывно происходить, проходить из детского садика в школу, в аспирантуру и так далее, все до бесконечности и далее. Но на самом деле, lifelong, я имею в виду, прежде всего, что люди могут приступать к образовательным программам любого уровня в любом возрасте, в частности, в университеты третьего возраста и прочее, прочее. Все нацелено как раз именно на это. И понятно, что сегодня это считается одной из самых высокоприоритетных задач для любого общества, потому что сегодня изменения происходят настолько быстро, мы не можем ждать смены одного поколения, пока что-нибудь новое появится, нам всем приходится постоянно переучиваться, поэтому от обучения, от переквалификации мы никуда не денемся. Есть поэтому определенные ограничения, с которыми столкуются классические учебные заведения, и некоторые из этих ограничений здесь перечислены, мы все их прекрасно понимаем. Это труднодоступность иногда бывает, физическая, финансовая. Хорошо, если мы живем в городе Герои Москвы, но не все живут в городе Герои Москвы. Есть жесткие временные рамки, которые связаны с ограничением времени, люди, которые работают, а если речь идет о непрерывном образовании, мы подозреваем, что это люди, которые будут работать, и работать постоянно. И сегодняшние преподаватели сталкиваются с тем, что у студентов очень часто возникают трудности с посещением занятий, не потому что они плохие, а потому что нужно работать. Соответственно, поэтому именно электронное обучение способно здесь решить часть наших проблем. В третьих, в четвертых уже получается наличие значительной материально-технической базы, которая есть далеко не у всех. Это в частности с арендой помещений. Руден здесь прекрасный пример. Это огромнейшая совершенно структура. Понятно, что далеко не все и у таких учреждений единицы. Но ориентироваться сегодня на такого рода размахи или на стандартные традиционные формы становится все сложнее и сложнее. Ну и, наконец, есть потребность в очень значительном разнообразии образовательных программ, потому что, опять-таки, все меняется очень быстро. Сегодня запустили технаград, ну, какое-то время назад, и оказывается, что так вот реклама сообщает, в частности, в метро, что за несколько часов можно освоить специальность, которая вроде бы до сих пор учат в техникумах на протяжении двух-трех лет. Возникает, естественно, вопрос, может ли это доходить в техникум. Вот, наверное, именно поэтому на протяжении очень долгого времени онлайн-образование воспринималось как просто новые методы для реализации ставка образовальных целей. Но, тем не менее, сегодня мы уже попали в совершенно другую ситуацию тогда, когда где вы учились, мало кого интересует на самом деле, гораздо больше интересует то, что вы конкретно умеете делать. Един мой знакомый, который закончил банку, мне признавался, что это всю свою бурную карьеру предпринимательскую и никто никогда не поинтересовался его дипломами, никто никогда его не раскрывал. Я понимаю, что когда вы закончили банку, то, наверное, это определенная квалификация, это достаточно о таком сказать, но, тем не менее, ситуация именно такая. У одного из директоров отдела по подбору персоналов гильгийской фармацевтической компании я спрашивал, где нужно учиться для того, чтобы работать у вас? Он говорит, да, в общем, все равно где, вы скажите, что человек умеет делать. Практика-ориентированность вот этих новых независимых курсов, которые появляются, те, которые были перечислены в предыдущем слайде, то ли это будет типа курсера, то ли это просто в свободном доступе, то, что можно найти в том же Ютюбе, она, по сути дела, очень сильно меняет наше устоявшееся представление о делении принципов или методов образования, или, во всяком случае, системы образовательных. Вот так как это предлагалось смотреть еще в 2015 году организации ЮНЕСКО, они разделяли на формальные, неформальные, и неформальные образования. Поэтому вчера, когда мы здесь заседали, была возможность задать вопросы, я в частности задавал вопрос по поводу того, насколько хорошо вот эта стандартизация образовательных практик, которая происходит при внедрении электронных средств, насколько это на самом деле хорошо для самого образования. Почему? Потому что если просто обратить внимание на вот вторую часть, неформальное образование, то нужно сказать, что значительная часть этого образования, в частности в артистической сфере, в исполнительской сфере, она передается, она не концептуализируется. Это невозможно передать при помощи, допустим, онлайн обучения, это невозможно передать в методичках, это невозможно передать при помощи тестов. Если мы учим людей, в частности, исполнительскому искусству, если мы учим искусству в целом, перформативному, какому угодно, то постановка руки у скрипача или у велончелиста, мазок у художника это то что мы концептуализировать никак не можем в чем здесь опасность как раз именно в том что нас сегодня загоняют простите пожалуйста загоняет систему вот этих четких форм отчетности и поэтому да мы можем там навешать презентации можем видео можем аудио можем все что угодно но потом нас будут заставлять говорить как вы отцы как у вас студенты учащиеся оценены повод этим возможностям как они здесь прошли степень обученности как это можно поделить простите степень обученности вы взяли ноту я вот так или не вот так все здесь совершенно выглядит по-другому не не технические параметры оценивают качество образования и вот поэтому среди российских исследователей с нашей точки зрения при анализе литературы господствует такая точка зрения что стандартизация это главное преимущество введения каких-то электронных средств обучения понятно что с точки зрения экономической может быть это и целесообразно потому что можно разработать поручить кому-нибудь объявить как цвета тендеры поручить там будет создание унифицированных сайтов для вузов или для колледжей это будет очень экономно но это будет полностью вымывать всякую индивидуальность и всякого учебного заведения региональную отрасли ориентирующую в конце концов ту же самую креативную составляющую поэтому об этой стандартизации нужно очень сильно задуматься на самом деле как так это хорошо или нет почему эти специалисты подпалкивают нас к этому потому что все очень просто потому что здесь они находятся полную поддержку в лице нашей администрации и речь идет о подотчетности оценки понятно что когда мы стандартизированные курсы все задано в систему то такую оценку легко производить кстати точно также легко контролировать деятельность преподавателя и поэтому хочется отметить что на самом деле информатизация образования использовала вот этих новых информационно-коммуникативных технологий тут кстати тоже когда термин приводили на русский язык то все стали говорить информационно-компьютерные технологии технологии в англоязычной литературе больше пользуются моим выражением информационно-коммуникативные технологии все-таки коммуникативность это не просто использование для наших конкретных целей образование простите мне хочется просто это поцитировать хотя конечно же все это видит должно рассматриваться и проектироваться именно с точки зрения перспективы способствования личностному роста получу личности креативному конституированию себя и своей социальности речь идет не о том чтобы создать идеальное учебное заведение речь идет не о том чтобы создать идеальную электронную среду которая будет решать все проблемы. Никогда таких средств не будет. Если мы сегодня позволим себе увидеть по целью в проблемах нашего образования введения только электронных систем, то это будет большой ошибкой. Тем не менее, мне все-таки хотелось бы отметить именно такие ключевые преимущества электронного обучения с учетом обозначенных целей образования. Во-первых, это постоянное и неограниченное снабжение информации, большая часть которой не подлежит никакой цензуре. Теперь понятно, можем поставить такой цензурный вопрос, нужно ли это делать. В данном случае преимущество как раз в обратном. Во-вторых, если у нас есть практически неограниченный доступ к информации, то у нас возникает другая проблема. Образование постепенно становится все более индивидуализированным. Индивидуальные образовательные технологии, или траектории, точнее, пока что, по-моему, скорее являются, скажем так, не то чтобы мифом, но пока что не работают адекватно. Но постепенно нас будет требовать все больше и больше, наши потребители, чтобы это образование было именно таким. А как раз маленькие компании, а как раз онлайн-курсы, способны представить нам вот это, так сказать, тайл-рэйт образование, которое уже будет и образованием по индивидуальному заказу. Наконец, не нужно забывать о том, что электронное образование позволяет как раз построить такую систему знаний, которую можно встроить в потребности индивида, или, скажем, пережить в виде опыта, именно пережить в виде опыта, который дает возможности реализоваться человеку самостоятельно. Потому что пока мы с вами приходим просто в музей, смотрим на картины, говорим, как это замечательно, у нас новый художник не появится, новый художник появится тогда, в частности, как вот уважаемый нашим видущее рассказывал, когда мы можем это почувствовать руками. Когда вот это здесь, вот это там. Стандартизация поэтому далеко не всегда желательна, поскольку с нашей точки зрения она ограничивает вот ту изначальную гибкость, которая виделась как значительное преимущество электронного образования. Наконец, электронное обучение в непрерывном образовании не может осуществляться просто как перенесение вот этих старых бумажных схем, практик в пространство интернета, потому что мы теперь понимаем, найти, погуглить информацию никакой проблемы не составляет. Мне время от времени приходится студентам просить, если они подготовились, да они знают ответы, говорю, хорошо, вот сидите с мобильными телефонами, давайте сейчас будем гуглить, давайте сейчас будем находить правильный ответ. Найти информацию не проблема, проблема к другому. Чтобы они понимали, куда нужно лезть за эту информацию, не цитировали студзовый реферат.ру. Причем же проблема заключается в чем? О отсутствии вот этой внутренней культуры, внутренней культуры понимания того, что можно брать, а что нельзя брать, потому что потом эти же студенты сидят с удоченными глазами и говорят, так в интернете написано. И ссылаться на то, что на заборе тоже можно много чего написать, совершенно не получается. Вот именно поэтому функция онлайн-образования чрезвычайно велика, потому что это именно должно учить человека отбирать информацию, фильтровать, глубоко говоря. Наконец, электронное образование способствует коммуникативной деятельности различных типов, обучающиеся, обучающие, коллегы, коллеги и так далее, и так далее. Почему в женском роде? Потому что все-таки 51% женщин в своем роде. Наконец, электронное обучение создает среду вот для этих множественных индивидуальных образовательных траекторий, которые будут, наконец, подконтрольные обучающиеся. Потому что пока что неуправляемость этой системы, мы знаем, если мы приходим в государственный вуз, при большинстве частных вузов, нам приходится учить то, что у нас написано в ОПО, или то, что у нас написано в ГОС. Реально выйти за пределы этого практически невозможно. Люди будут выходить за пределы этого, потому что в конечном итоге наши дипломы будут становиться все менее и менее кому-то интересны, как корочкой. Речь идет о том, что ты умеешь делать. И вот поэтому, уже подходя к самому финалу, нужно сказать, что электронное обучение, дистанционное обучение, такую часть, становится скорее такой ассоциацией сети действующих субъектов, чем вот этих отеализированных индивидов, которые мы привыкли вообще говоря рассматривать общество. Именно электронное обучение, с нашей точки зрения, способно создавать те новые комьюнити, те новые сообщества, которые могут кардинально поменять наше представление вообще о целях общественного развития. И вот поэтому мы считаем, что помогая индивидам становиться более сознательными и коммуникативными личностями, непрерывное образование через электронное обучение способствует создание гораздо более сознательных и жизнеспособных социальных общностей. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ